Добрый день! Мы приветствуем вас в Медиабокс на 23-й сессии Конгресса местных и региональных властей. С нами сегодня Светлана Юрьевна Орлова, глава российской делегации и вице-президент Конгресса, заместитель председателя Совета Федерации. Светлана Юрьевна, на этой сессии вы были переизбраны вице-президентом Конгресса. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете итоги деятельности Конгресса в последние годы? И каковы приоритеты Конгресса на будущий период, на 2013-2016 год? Ну, во-первых, Конгресс стал более открытым. Это позволило сделать процедуру избрания генерального секретаря конкурентной. То есть не одна кандидатура назначалась, а все это было открыто, конкурентно. Каждый представлял свою программу действия, и мы избрали господина Кифера. И сегодня результат работы очень, как бы такой, я бы сказала, измененный. Очень много информационных материалов приходит на электронную почту. Электронное голосование, очень много средств массовой информации. Европейцы простые, семьи знают, наконец-то, что делает Конгресс, и мы на этом настаивали. Конечно, в приоритетах нам удалось отстоять посткризисные предложения и доклад, которые я делала по финансовому кризису и последствия кризиса. И очень много стран, и немецкая делегация, и австрийская делегация, и турецкая делегация, и многие другие поддержали. И сейчас мы сделали поправку, то, что касается молодежи, особенно социальных гарантий. И вчера, кстати, об этом генеральный секретарь сказала. Конечно, это вопросы экологии. И сегодня они очень такие важны во многих странах. Они поднимаются, и Уитмар, председатель Конгресса, был у нас на Пятом мировом форуме в Санкт-Петербурге. Но для него это было вдвойне приятно, потому что Манчестер побратим Санкт-Петербурга. И мы поднимали эти вопросы. Качество воздуха, качество воды, работа предприятий должна быть экологически чистой. Территории, муниципальные, городские власти, как они реагируют. Конечно, последствия, я бы сказала, техногенных катастроф, потому что это не запланируешь. Это такой вопрос, на который оперативно должны реагировать местные власти. Конечно, это вопросы миграции, которые мы поднимаем, и они сегодня в России непростые, и непростые они сегодня в Европе. Ну и, конечно, это мониторинг за выборами, которые осуществляет Конгресс. Вы знаете, я вам скажу честно, стало интереснее работать. Мы рады. А каковы основные приоритеты Российской Федерации в сотрудничестве с Конгрессом? Ну, они не могут же быть отдельными от приоритетов Конгресса, поэтому вот в работе Конгресса теперь есть третий комитет по актуальным вопросам. И нам очень приятно, что впервые за 15 лет этот комитет возглавил представитель России, господин Мухаммедшин. Это председатель собрания Госсовета Татарстана. И, конечно, приоритеты этого комитета – это актуальные вопросы, в том числе это развитие зеленой экономики, энергоэффективность, работа местных и муниципальных властей, реагирование на проблемы, преддверии кризиса, социальные вопросы, гарантии. Мы считаем, что этот комитет тоже важен, и не только комитет по мониторингу и по актуальным вопросам. Почему? Потому что с этими темами сталкиваются повседневные, я бы сказала, местные и региональные власти. Светлана Юрьевна, в прошлое воскресенье в пяти субъектах федерации прошли прямые выборы губернаторов, впервые с 2004 года. Несомненно, это большой шаг вперед, так как данная проблематика поднималась и Конгрессом, и парламентской ассамблеей. Как Вы оцениваете результаты данных выборов в контексте дальнейшего расширения местной и региональной демократии? Ну, во-первых, я бы хотела поблагодарить Конгресс. У нас был тоже мониторинговый доклад по России, и мы много спорили. Мы свою позицию отстаивали, когда у нас была тоже выборность губернаторов через законодательное собрание, да, к примеру. Вот, выборы мэров городов в разных странах Европы по-разному. В Англии королева назначает мэров. Мы тоже считаем, это неоткрытая как бы норма, да. Но мы пошли просто дальше и приняли либерализацию законодательства, и к этому как бы гражданское общество предложения высказывало, они были очень сильны. У нас очень много, сейчас открыто все в России, и 100 тысяч подписей собирайте, вносите законодательную инициативу. Обсуждение было всех законопроектов со всеми представителями гражданского общества. Мы пошли на эти законы, приняли их. Вот, была конкуренция, да. Выборы были в 77 субъектах федерации, более полутора тысяч депутатов избиралось муниципального уровня. Ну, вот выборы губернаторов. Но они прошли в конкурентной борьбе. В Брянске даже снимали представителя власти, суд снял. Это была серьезная конкурентная борьба. Но в этой конкурентной борьбе выиграла Единая Россия, потому что она могла предложить комплекс мер, которые устраивает население. Поэтому можно сейчас по-разному относиться. Сейчас будет говорить низкая явка, не соблюли законодательство, будет оппозиция критиковать. Ну, вы хотели открытости. Вот она, открытость. 40 партий. 29 участвовало сейчас в этих выборах. Ну, хорошо. Вам не было никаких препонов оппозиции. Теперь вы ищете другие компоненты. Знаете, вместо того, чтобы хныкать, надо просто работать. Учиться работать в конкурентной борьбе. Поэтому выборы состоялись. Закон принят. Следующий этап – это выборы мэров городов, следующих муниципалитетов, следующих губернаторов. Мы открыты. Я думаю, что мы пригласим наблюдателей от Конгресса. Вы упомянули, что выборы отличались достаточно низкой явкой населения. Но не везде. Не везде. Не везде. Но общая тенденция была такова. На ваш взгляд, каковы причины и какие механизмы могли бы быть использованы, чтобы повысить политическое участие граждан? Ну, первое, как бы немножко люди устали уже от выборов, если честно говорить. Почему? Потому что потом там в этот день был один из праздников таких христианских. Конечно, многие люди у нас очень верующие и очень многие, естественно, пошли в этот день в церковь. Вот. Усталость такая. Потом явка была низкая не везде. Это был Владивосток 13%, 12-13. Там окончательные итоги были 13%. Вот. Поэтому я бы не считала это таким, как бы, компонентом. Тем более, это первый закон о едином дне голосования. И он тоже требует определенного, как бы, практического, как бы, проработки. Поэтому выборы состоялись открыто, в конкурентной борьбе, на основании нового законодательства, участия многих партий, участием большого количества наблюдателей, огромного. Но, знаете, в России есть хорошая пословица. Кто хочет работать, тот работает. Знаем, да. А кто не хочет работать, тот ищет причины. Поэтому, вот я сказала, нужно меньше хныкать оппозиции, а больше доказывать людям, что конкретного они могут сделать. А доказывать сегодня становится очень сложно. Власть открыта. Я сама участвовала в некоторых мероприятиях в ряде регионов. По 400-500 человек люди на встречах. Мы говорим открыто с ними. И многое изменилось в России за последнее время. И материнский капитал, и защита детей, и стратегия по детям, и законопроекты о конкуренции. Мы продолжаем борьбу с коррупцией открыто, не боимся. И обсуждаем это в группе Грека. И либерализовали законодательство. И выборы президента прошли открыто. 64%. Это не каждый президент европейской страны может похвастаться. Это выбор народа России. И выбор народа надо учиться уважать. А не придумывать цены на газ, двойные стандарты, не так проведенные выборы. Знаете, мы тоже уже выросли. И нас просто так не возьмешь. Совсем недавно Конгресс активно включился в программу Совета Европы по защите детей от сексуального насилия. Мне хотелось бы знать, какие шаги в этом направлении предпринимает Российская Федерация. И как вы сотрудничаете с Конгрессом по данной проблематике. Ну вы знаете, я вам честно скажу, когда мы узнали, что мы не ратифицировали Конвенцию 12 лет против сексуального насилия, нам с Зинаидой Драгункиной, это представителем Комитета по вопросам культуры, науки, образования Совета Федерации, сенаторам от Москвы было стыдно. Мы встречались с госпожой Дубру Букикиевой и мы ей сказали, что мы предпримем все условия, чтобы эта Конвенция и подписана была, и ратифицирована. Осталось несколько стран. Мы вернулись отсюда и встретились с Валентиной Ивановной Матвиенко, она теперь председатель Конгресса, вот тоже женщина, первый раз за 100 лет в России, руководитель палаты. С огромным опытом, кстати, человек, не только опытом губернатора, опытом федерального, она была вице-премьером, председателем Комитета первого Совета народных депутатов России. И мы сказали, что этот вопрос – приоритет номер один. Никто, кроме нас, детей не защитит. И мы пошли целостно. Мы сделали стратегию. Нас поддержали все ведущие министры правительства, МВД, Министерство здравоохранения, социального развития, образования. Сделав стратегию, мы ее предложили Владимир Владимирович, он 1 июня ее подписал. Правительство вчера подписало конкретный план по выполнению этой стратегии. План мы обсуждали с открытым правительством, в открытом режиме, со всеми представителями гражданского общества, Совете Федерации. Я была спикером этого обсуждения. Конечно, большую работу провела Зинаида Драгункина, и надо это отметить. И здесь очень многие вопросы она подчеркнула для нас, для работы в России, что делается. Мы вместе с Европой провели акцию «Города доброжелательные дети». 117 городов России мы в Совете Федерации отметили за те условия, которые они создают детям. Мы приняли много законодательства за эти годы, защищающие детей, семью, материнский капитал, выдача земли при рождении третьего ребенка. Очень много вопросов. Индексация материнского капитала, куда его можно использовать. И у нас очень высокий процент рождаемости. Но за некоторые годы он сейчас пока идет в спад, потому что это были 90-е годы. Конечно, то, что Лавров подписал в ООН против торговли детьми, здесь наш Алексеев постпред подписал протокол против сексуального насилия, но мы должны понимать, что это очень серьезный международный бизнес. И там стоят серьезные люди, которые те, такие же, которые распространяют наркотики по всему миру. Это угроза. И мы вместе с международными организациями будем защищать детей и будем помогать детям против сексуального насилия, потому что это еще и в интернете идет серьезное распространение. Это у многих серьезная болезнь у людей. Поэтому мы сказали, что кроме нас, детей, никто не защитит. И мы благодарны Конгрессу, руководству Конгресса, что мы каждый раз, каждую сессию эту тему обсуждаем. И мы в России проводили две акции. Каждый пятый, куда приезжала Дебурбу Кики, одна из них была в Москве. Мы делали слушания, она была в Большом зале Совета Федерации, а вторая была в университете в Санкт-Петербурге. И вы знаете, все общество, вот тема, на которой поднялось все общество, на защиту детей против сексуального насилия. И мы считаем, эта тема не имеет границ, и здесь мы вместе будем работать. Светлана Юрьевна, спасибо вам большое за интервью. Я благодарю вас, желаю дальнейших успехов в сотрудничестве с Конгрессом. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.